Закончилось наше 15-дневное путешествие. Вот, кстати, одно из самых хорошо подготовленных наших путешествий. Мы заранее покупали все билеты, планировали маршрут. Ничего спонтанного, собственно, у нас там не было. И за эти 15 дней... Сейчас мы, кстати, единственный билет мы не купили. Это с Бангкока обратно до Чингмая. Я вообще была уверена, что когда мы прилетим в Бангкок, мы спокойно возьмем билет в аэропорту. Но, как оказалось, билетов не было ни на следующий рейс, ни на самый последний. Не было билетов ни в Нокэйр, не было ни в Аэрэйша. Даже я пыталась посмотреть в другом аэропорту. Это тайские авиалинии, и там тоже билеты закончились. В общем, мы так попали, и нам пришлось ехать на поезде. Ну, тоже ничего, ночь переночевали. Классный поезд, кстати, не опаздывая, практически едет. Придет вовремя, если только чуть-чуть. Так вот, за эти вот 15 дней мы совершили 8 перелетов внутренних и международных. Три международных у нас было между Таиландом, Сингапуром и Индонезией. И пять внутренних по Таиланду и Индонезии. То есть с Чингмая до Бангкока мы летели. И вот остальные были по Индонезии. Дальше мы сделали почти две тысячи фотографий. Даже, может быть, уже больше. Записали гигабайты просто видео. По некоторым сведениям больше 500 гигабайт. Ну, и так кратенько, что мы видели. В Сингапур мы вообще просто влюбились. Потрясающий город, город будущего. Направдывает свое название. Мы там сходили на концерт симфонической музыки, который так давно мечтали. В Чингмай нам очень не хватает концертного зала, где мы можем посидеть, послушать симфоническую музыку. Вот, в общем, мы сходили в Эспланады. Наелись от души дуриана. Дуриан, кстати, гораздо вкуснее в Сингапуре, чем в Таиланде и в четыре раза дороже, чем, вернее, да, в Таиланде. Покатались на самом большом колесе обозрения. Прокатились на фуникулёре, украшенном, кстати, стразами Сваровски. Побывали в волшебных садах на заливе. Посмотрели световое шоу этих садов. Потрясающе магическое действие. Также полюбовались городом с крышей Marina Bay отеля. Послушали концерт на набережной. Ну и вообще просто посидели на набережной, посмотрели световое шоу лазерное на воде. Ну, в общем, очень много всего в Сингапуре у нас произошло. Были просто в восторге от еды международной на каждом углу в районе Гейлана. Ну, влюблены, да, влюблены. Даже подумывали, не поехали нам в Сингапур месяца три пожить. Ну, как бы так, в планах пока. На Бали мы встретились с щитой с Мохотинами и познакомились с львом Медричем с Мохотинами. Еще потрясающий ребенок. Влюбились в него с первого взгляда. Побыли мы с ними один день. И дальше, вообще, кстати, в первый же день на Бали, когда мы прилетели в Убуде, нам посчастливилось поучаствовать в настоящей балийской церемонии. Что, вот, я не знаю, это реальный случай помог, потому что мы заинтересованы всегда вот в частной, ну, как в частной жизни, а как в местной. В местных обычаях, местной жизни, местных людей. Поэтому нас хозяин нашего отеля пригласил на церемонию, которая как раз вот в день нашего прилета состоялась вечером. Также побывали на петушинах боях. Я, к счастью, не видела, как петух выбивает петуха, но все засняли на камеру. А также поиграл у меня супруг в казино местном и выиграл там 400 тысяч рупий. Тоже прикольно. Также на следующий день мы съездили на вулкан Батур. Прикольный, красивый, красивое тоже место. Вот. Дальше мы переехали на Флорес, и там у нас было трехдневное морское путешествие к нациальному парку Комода. Видели, мы были там на нескольких островах, на Ринчи, на самом острове Комода у нас был трек. И вот в общей сложности мы видели десятки, наверное, десяток огромных грозных драконов Комода, тысячи потомков птеродаптили, это летучие мысы. Мы наблюдали их миграцию с одного острова на Флорес, где они проводят ночь и питаются на Флорес. Ну, конечно, множество любопытных обезьян, огромное количество рыб, потому что мы все три дня занимались снорклингом. Вот. Потрясающе красивые кораллы живые, побывали на розовом пляже, позагорали на необитаемых островках, островках которых просто множество в этом заповеднике, в национальном парке. Ну и, конечно же, мы спали на этом кораблике, который арендовали, на свежем воздухе. В общем, было прекрасно. Затем, после этого трехдневного путешествия, мы отправились в город Энде. Это тоже на острове Флорес. И там мы ночевали в деревне Момони, это у подножия вулкана Килимуту. А на утро поехали встречать рассвет, собственно, на самом вулкане, где оно известно тем, что там три кратера на вершине, и каждый трех кратеров заполнен водой разного цвета. То есть три разноцветные озера. Потрясающее вообще магическое место, очень волшебное, я бы сказала. Ну и само действие рассвета волшебное. Плюс еще вот эти три озера необыкновенные. Есть легенда по поводу этих озер. Местные жители верят, что души умерших попадают в эти озера и делят души на три типа. Молодые, старые и плохие. То есть вот три озера как раз и принимают души соответствующих людей. После вулкана мы не остались в Момоне. У нас было еще два дня, и мы их провели в Энде. Практически все два дня мы спали. Не знаю, как-то нас немножко утомили все эти путешествия. Немножко мы устали, и мы просто проспали все эти два дня. Немножко выходили и общались с местными жителями. Ну, добрые, отзывчивые люди. Просто это обычная деревушка, маленький городок. Вот. И, в общем, тоже так понравилось нам. Затем мы переехали на Бали. И вот, собственно, там был у нас один вечер всего, который мы провели на заливе Джимбаранг. Очень известным своими рыбными ресторанами на набережной. Там целое, огромное-огромное количество рыбных ресторанчиков, где готовят барбекю, морепродуктов. Вот. Мы выбрали один из них и провели там вечер. Романтический ужин. Смотрели на волны, на звезды, слушали музыку, национальные танцы. В общем, такой у нас был последний вечер. Ну, что хочу сказать. На протяжении всего путешествия, все, что, где мы были во всех тех местах, мы встречали хороших, позитивных, милых, добрых, отзывчивых людей. И, в общем, это, наверное, самое главное. Потому что осталось впечатление очень хорошее. И вот я помню, за все время путешествия ни разу не возникло чувства напряженности или чувства недоверия, или чувства страха. Все прошло очень гладко. Вот. И, ну, классно, в общем. Вот. Ну что, за 15 дней, да, за 15 дней много чего мы увидели, много чего испытали, пережили, прочувствовали, даже не верится, что за такое круткое время можно все это было проделать. Сейчас вот остается фотографии, видео, все это на протяжении даже 15 дней мы просматриваем регулярно, вспоминаем то, что было день назад, два дня назад. Вот. И сейчас будем все это обрабатывать и потихонечку выкладывать на YouTube видео, фото в социальные сети. Вот такое у нас было путешествие.